В уютном маленьком зале библиотеки, где помещается не более 30 человек, собрались те, для кого слово поэзия – это вдохновение, любовь, утешение, образ мышления и, возможно, даже вся жизнь. В посёлке Развилка талантливых людей очень много. И мы проводим встречи и с художниками, и с поэтами, и с писателями, и с музыкантами. Вы знаете, они приходят в нашу библиотеку не просто рассказать о своих талантах, а для того, чтобы пообщаться, поделиться опытом. Большая часть тех, кто пришёл в этот день сюда, приготовили стихи к прочтению – свои или любимых поэтов. Стихи Игоря Гревцева полны любви к родной земле, к его людям и добрым делам. Слушая их, легко представить и русские просторы, и небесную синь, и другие яркие картины природы. Стали рыхлыми снега, полный швах на тропах, Увязает в них нога, как в болотных топях. Местная жительница Лидия Каменская признаётся – стихи пишет по ночам. Придёт в голову интересная строчка, на столе уже готова тетрадка и ручка. У меня как только раз, я записываю две строчки. Там ещё чуть-чуть, ещё две строчки. Стихи её не пестрят метафорами и особым изыском, они просты. Но, видимо, в душе у этой женщины живёт какая-то особая поэзия, которая заставляет её вновь и вновь браться за перо. Про развилку. Развилка ты развилка, ну как ты хороша. Зелёные массивы кругом-кругом дома. Среди выступающих были и юные любители поэзии. Стихотворение Евгения Зубова о Соловье и Ястребе в исполнении Полины Господарь прозвучало очень трепетно. В них много эмоций, если читать правильно, и красивые. Близится юбилей развилки. И к этому событию в библиотеке состоится множество мероприятий. Следующая выставка местных рукодельниц уже заполняет свободное пространство книжного храма. Татьяна Брылов, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Да, они победили.